Привет всем любителям хорошего звука! С вами Левчук Александр, канал Звукомания. И это видео будет руководство по покупке студийных мониторов. Тут будут приведены некоторые важные моменты, которые следует иметь в виду перед совершением покупки. Цена студийных мониторов. Некоторые люди думают, что им нужно искать более дорогие варианты, чтобы гарантировать получение качественного звука. Это не обязательно так, поскольку некоторые из лучших студийных мониторов стоят меньше даже 200 долларов. Конечно, это не означает, что вам следует выбрать самый дешевый вариант, но вам определенно не нужно брать кредит, чтобы купить хорошие студийные мониторы. Размер нужного вам монитора во многом зависит от того, сколько у вас места. У некоторых просто ограниченное пространство на столе, поэтому для них лучше подойдут колонки меньшего размера. Для небольших помещений использование небольших колонок даст более точные результаты для микширования. Если у вас есть больше места, то вы можете смонтировать их и выбрать большие громкоговорители. Вам также следует подумать о том, как настроить их для получения более лучшего звучания. Важно обращать внимание на частотный диапазон любых интересующих вас колонок, чтобы убедиться, что они могут озвучивать весь частотный диапазон ваших записей. Диапазон частот измеряется в герцах, самая нижняя частота, и килогерцах, самая высокая частота. Для большинства работ по записи требует диапазон частот от 30 до 20 килогерц. Мощность студийных мониторов. При выборе размера комнаты, в которой вы будете их использовать, важно учитывать количество ватт, это мощность. Для больших комнат потребуется больше звуковой энергии, для передачи звука в каждый угол комнаты. Для небольших площадей, соответственно, таких как офис, вам не потребуется много мощности. Если вы будете записывать музыку, подумайте, с какой музыкой вы будете иметь дело. Для более легкой музыки вы можете использовать мониторы ближнего поля, с 4 до 6 дюймовым низкочастотным динамиком. И этого будет достаточно. Что касается музыки в стиле рок, хип-хоп, поп, вам нужно выбрать мониторы, в которых больше ударных, чтобы лучше звучали эти низкочастотные звуки лучше. Перед тем, как сделать покупку, убедитесь, что колонки действительно имеют соединение, подключение, совместимые с вашей звуковой и другой техникой. Обычно имеют гнезда RCA63, XLR, ZBDIF, некоторые имеют небалансные выходы, балансные входы или сразу оба. Это термины относятся к тому, как входной сигнал делится для питания ваших динамиков. Мониторы с одним усилителем делят входную мощность одного усилителя, используя перекрестную сеть, которая затем посылает правильные частоты каждому динамику. В двух усилительных мониторах есть два отдельных усилителя. Один для питания высоких частот, другой для низких и средних частот. Конфигурация с тремя усилителями разделяет сигнал тремя способами. На три усилителя для передачи высоких, для передачи низких и средних частот. Конфигурации с двумя и тремя усилителями обычно имеют более точную частотную характеристику и обеспечивают естественно лучшее качество звука. Дизайн и конструкция коробов напрямую влияют на качество звучания. Чтобы корпус не менял звук, он должен быть изготовлен из жесткого прочного материала, такого как металл, это алюминий, дерево, МДФ, ДСП или очень плотный толстый пластик. Вы спросите меня, активные или пассивные мониторы? Активные мониторы имеют внутри встроенный усилитель, микрушный в основном в классе D и используют пассивный кроссовер вместо активного. Они становятся все более популярными для тех, кто хочет сделать домашние записи, поскольку они довольно просты в изготовлении, в использовании и имеют дизайн, конструкцию под ключи и работают. Все, что вам нужно сделать, это просто подключить их к вашей звуковой карте или микшерной плате и вы готовы уже к работе. Они избавляют от необходимости покупать отдельный усилитель и кроссовер в соответствии с вашими колонками. Активные мониторы в конечном итоге экономят вам деньги, так как вам не придется приобретать несколько различных компонентов. А встроенный усилитель в активном мониторе разработан специально для работы с другими компонентами. Также существуют пассивные мониторы. С другой стороны, они не имеют встроенного усилителя и требуют отдельного усилителя. Пассивные мониторы все еще имеют большой спрос и много преимуществ, поскольку они обеспечивают большую универсальность. Более профессиональные студии часто используют их, потому что они могут купить лучшие усилители для удовлетворения своих звуковых потребностей. Используемые ими усилители часто имеют более высокое качество. Это ламповые, это транзисторные, не микрушные, чем усилители используемые в активных мониторах. В основном микрушные в классе D. Когда вы можете использовать отдельный усилитель, вы можете лучше контролировать звук, и он будет иметь более лучшее звучание. Мониторы ближнего поля или дальнего поля. Мониторы ближнего поля компактны и предназначены для прослушивания с близкого расстояния. Они обычно находятся от 10 см и далее от вас. Это позволяет вам слышать более прямой звук из динамиков, вместо того, чтобы слышать звук, распространяющийся по комнате. Это уменьшает эффект плохой акустики помещения. Если вы в основном будете записывать, как поете или играете на гитаре, пара мониторов ближнего поля удовлетворит ваши потребности. А вот мониторы дальнего поля расположены дальше от слушателя и способны громче звучать, чем мониторы ближнего поля. Используя мониторы дальнего поля, вы услышите в большой комнате, когда звук будет распространяться по помещению. Если вы хотите обновить звуковую систему для вашего компьютера или телевизора, или хотите просто сделать запись микширования дома или в профессиональной студии, поиск лучших студийных мониторов значительно улучшит качество звука. Прежде чем решить, какие из них вы должны купить, решите, какой тип будет работать лучше для вас. Большинство людей выбирает активные колонки. Ведь такие лучшие бюджетные студийные мониторы являются активными колонками или имеют одну активную колонку в комплекте. Решите, будет ли для вас лучше всего ближнее или дальнее поле, так как существуют студийные мониторы, предназначенные для любого использования. Также зависит размер динамиков, размер низкочастотных динамиков, размер твиттеров, частотный диапазон, мощность, подключение и короб. Все это ключевые особенности, на которые следует обратить ваше внимание перед покупкой. Для тех вас, кто планирует использовать мониторы в домашних условиях, помните, что лучшие домашние студийные мониторы не всегда дорогие. А на этом с вами я прощаюсь. Пока-пока. И удачи всем найти свои мониторы. Субтитры подогнал «Симон»!